Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб. Ссылки на каналы будут в описании под видео под каждым роликом. Поддержите канал донатом. Карта промсвязь с банкой и другие варианты поддержки традиционно будут опубликованы там же под видео. Доброго всем! Перед вами головка блока цилиндров Volvo 2006 года XC70 2,5 литра TDI. Пробег у этого автомобиля 240 тысяч. Это конечно же если при продаже не соврал предыдущий владелец. Нынешний хозяин проехал на авто совсем немного и стали появляться проблемы. А какая появилась проблема она видна невооруженным глазом. Как видите клапан прогорел и прогорел конкретно. И вновь в очередном дорогом автомобиле бросается тот факт что хозяева этой машины наплевательски относились к ней. Судя по всему так же редко менялось масло и не обслуживался двигатель. Вообще наверняка ни разу не регулировались зазоры в клапанах. Именно поэтому прогорел и клапан потому что он был поджат. Нагары масла говорят о том что скорее всего кольца в прошлевой залегли и сальники клапанов не менялись. На снятом сальнике клапана не ощущается вообще резин. То есть он дубовый да такой дубовый окипластик. Также в этой головке есть свои нюансы. Крышка ГБЦ в данном автомобиле одновременно является и постель. Сложность состоит в том что в данном случае конкретно у этой модели нет отверстий в крышке под щупы для регулировки. Места под такие пробки есть, но самих резьб и пробок здесь нет как в иных моторах. Как вот к примеру в этой ГБЦ. Я покажу в видео как я регулировал в данном случае как я решил данную проблему. Сами постели и валы находятся в отличном состоянии. Кулачки, шейки, валов и посадочные места практически в идеальном состоянии. Толкатели с длинной упорной частью и также заросли конкретно масляными отложениями. Но в этой головке оказался существенный нюанс. В свечных резьбах были обнаружены глубокие трещины. Такие трещины очень часто встречаются, но когда они опускаются всего на пару миллиметров, ну пусть даже 5-7 миллиметров, можно закрыть на них глаза, закрутить свечи и ехать дальше. Однако в данном случае трещина прошла полностью по резьбе. А это уже недопустимо. Думаю нет смысла говорить о последствиях эксплуатации такой головки. Начало подобных трещин наблюдается практически во всех цилиндрах. Ну поэтому клиентам было принято решение купить другую головку. Такая головка нашлась в Москве. Она также приехала и также была вся в нагарах и в налете масла. Даже выглядело хуже. И продавцы честно предупредили, что из-за проблем с приводом ГРМ произошла дружеская встреча клапанов с поршнями. Собственно в родной головке клапаны в отличном состоянии. Так что есть чем их заменить. В итоге всего 4 выпускных клапана и 2 выпускных клапана оказались согнутыми. Поэтому еще остается запас клапанов на всякий случай. Ну не дай бог конечно. А дальше все как и всегда. Работа с клапанами, чистка их, шлифовка фаски тарелки клапана, нарезка фасок на седлах, притирка клапанов по своим местам. Слово говоря, вот смотрите, в этой головке даже намека на трещины в свечных резьбах нет. Конечно все запчасти обмываю от векового налета. Обычная мойка здесь не приносит никакого эффекта, разве что мойка смыла масло. Налет и осадок остался. Поэтому обязательно очищаю запчасти механическим путем. Вот теперь другое дело. Основная работа проделана, остается только отрегулировать зазоры клапанов. А вот в кадре отмытая эта самая постель, крышка. А вот те самые места, где должны быть те самые отверстия, которых здесь понятное дело нет. Итак, что я делаю? Как обычно ставлю на втулки старые сальники. Они хоть и пластик, но вполне могут удержать клапаны в своих местах, если сальники клапанов слегка поставить наперекосяк. Дальше традиционно расставляю по своим местам клапаны и толкатель. Смазываю опорные шейки валов маслом. Кидываю по своим местам распредвалы. А вот сейчас бы накинуть крышку, обжать ее болтами. Но так не выйдет, потому как засунуть щуп будет некуда. Народ по-разному выходит из этой ситуации. Кто-то делает специальные скобы, под которые вставляет фетр. И таким образом, обжимая валы в головки, их можно вращать и регулировать. Иногда поджимают винтовыми струбцинами, но это достаточно сложно и муторно. Другие вообще регулируют, не вжимая. Валы находятся в своих местах под собственным весом. Но в таком случае можно и промахать, если вал поднимется. А это может случиться на раз, два, три. Уж поверьте. Я же поступил проще. Взял вот такие быстро зажимные струбцины. У них есть терапластовые насадки, что очень удобно. Также они очень быстро и крепко фиксируют вал. И вот теперь традиционно можно делать регулировку, замеряя текущий зазор. Отнимая от требуемого. И получается величина, на которую нужно торцевать ножку клапана. Но в этот раз я не буду делать его меньше на 5 соток на ход вала в постели. Пусть будет у меня больше немного на 5 соток. Пусть будет запас. Если где-то что-то в регулировке у меня пойдет не так. Поверьте, на работе ДВС эта величина никак не повлияет. Таким образом я делаю регулировку на всех клапанах. Далее двигаюсь, как и всегда. Фрезерую поверхность головки. Обмываю в моечной машине головку. Закидываю нижние подпружинные тарелки. Они в данном случае не проходят сквозь сальники. Поэтому в первую очередь нужно кинуть тарелочки. Расставляю сальники клапанов. Кидываю по местам сами клапаны. Далее ставлю кружины с тарелками. Вкладываю в них сухарики и засухариваю клапанный механизм. Обстукиваю торцы ножи клапаном, чтобы сухарики заняли свое место. Расставляю толкатели в свои места. Затем традиционно масло в постель. Протираю шеи кивовов, укладываю их по своим местам. Вновь масло и теперь уже крышка. Закручу валы и болты и прокручу их несколько раз вокруг оси, чтобы ощутить работу клапанов и валов. У них должна быть характерная, четкая работа. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донантам каналу. Ссылки на оказание помощи будут в описании под видео. И без аварийных вам поездок. Субтитры создавал DimaTorzok